Привет, друзья! Вы на канале HomeExpert. Убрать остатки пищи из сетки – занятие, которое легко можно исключить. И как приятный бонус – избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра навсегда. Сегодня мы расскажем о диспоузерах, а также узнаем, какой тип двигателя прослужит дольше, можно ли найти модель, которая будет работать тихо, и стоит ли подключать посудомойку к измельчителю. Мы прошерстили интернет и нашли 5 лучших диспоузеров, которые стоит купить в 2024 году. Лайк и подписка нам за старания, а мы не будем терять время. Погнали! Открывает наш рейтинг Bone Crusher BC610. На момент записи видео он стоил 23 тысячи рублей. Измельчитель с антибактериальной системой и компьютерной антивибрационной защитой. Мощность модели – 475 Вт, 2600 оборотов в минуту. Этого достаточно для нужд семьи из 3-4 человек. Двигатель у Bone Crusher магнитный. Отличается высокой износостойкостью и долговечностью. Камера дробления объемом 600 мл из поликарбоната – долговечного и прочного материала. Измельчающий элемент из нержавеющей стали, а значит, коррозия ему не страшна. Во время работы диспоузера уровень шума равен 63 дБ, сопоставим с громким разговором. Само измельчение у модели простое и непрерывное. Что вполне логично, ведь стадия всего одна. Управлять устройством можно пневмокнопкой. Высота диспоузера – 37 см. При таких габаритах модель займет много места под мойкой, поэтому мусорное ведро придется переставить, учитывая это перед покупкой. Весит модель почти 4,5 кг. Это самая легкая модель в топе. Из дополнительных функций есть защита от перегрузок и вкрапления серебра для борьбы с микробами и неприятным запахом. Но к посудомойке диспоузер не подключается. Измельчитель балансируется на заводе с использованием компьютерных технологий. Это снижает вибрацию в процессе его работы. С техническими характеристиками разобрались, а теперь разберем плюсы и минусы. Плюсы. Защита от вибраций. Защита от бактерий и запаха. Небольшой вес. Минусы. Одна стадия измельчения. Нет подключения к посудомойке. Не хватит место под установку ведра под раковиной. Подведем итог. Бонн Крашер BC610 – неплохая модель с антибактериальной системой и защитой от вибраций. Однако частичная шумоизоляция не дает измельчителю подняться выше. Ссылку на модель оставили в описании. И двигаемся дальше. Омой Икери Нагоре Slim 500. На момент записи ролика он стоил 21 тысячу рублей. Надежная японская модель с большим объемом камеры дробления. Мощность измельчителя 370 Вт. Диспоузер выдает 3000 оборотов в минуту. Этого достаточно для нужд семьи из 3-4 человек. Двигатель, как и у предыдущей модели, магнитный. Прослужит долго. Камера дробления объемом 1300 мл. И из поликарбоната. Качественного и долговечного материала. Измельчающий элемент из нержавеющей стали. Измельчение здесь также происходит в одну стадию. Высота Омой Икери 37 см. Мусорное ведро опять же не влезет. Шумоизоляция полная. Уровень шума во время работы самый низкий в рейтинге – 45 дБ. Можно сравнить с негромким разговором. Подключения к посудомоечной машине нет, как и у предыдущей модели. Диспоузер включается и выключается выносной пневмокнопкой. Из дополнительных функций есть защита от перегрузок и автореверс, который исключает засору или застревание мусора. Чтобы не испортить элементы измельчающей камеры, рассмотрим плюсы и минусы модели. Плюсы. Хорошая шумоизоляция. Объемная камера дробления. Небольшой вес. Автореверс. Минусы. Одна стадия измельчения. Нет подключения к посудомойке. Не хватит места под установку ведра под раковиной. Подведем итог. Омой Икери Нагореслим 500 – это легкий измельчитель с современным типом двигателя, который прослужит долго. Однако отсутствие возможности подключить посудомоечную машину не дает модели подняться выше четвертого места. Вот еще один похожий по своим характеристикам диспоузер от этой же фирмы. Идеально подойдет для семьи из двух-трех человек. В отличие от предыдущей модели, у этой меньшая камера дробления. Ссылку на диспоузеры оставляем в описании и переходим к бронзовому призеру. Hire HDM1155S. На момент записи видео он стоил 22 тысячи рублей. Мощный диспоузер с возможностью подключения к посудомоечной машине. Мощность модели 550 Вт при 3200 оборотах в минуту. Этого достаточно для семи из трех-четырех человек. У диспоузера индукционный двигатель. Он менее совершенный и производительный, чем магнитный, но благодаря высокому крутящему моменту, может размалывать твердые кости. Камера дробления у модели чуть больше 1000 мл. Сделана из нержавеющей стали, как и измельчающий элемент. У диспоузера одна стадия измельчения. Но этого достаточно, чтобы перемалывать практически любые отходы и предотвратить засоры в трубах. Высота модели 33 см. Вес почти 5,5 кг. После установки диспоузера подмойкой останется совсем немного свободного места. Мусорное ведро с большой вероятностью тоже придется переставить. Корпус у диспоузера шумоизолирован при помощи интеллектуальной системы. Она равномерно распределяет нагрузку для уменьшения вибрации. Уровень шума во время работы диспоузера около 52 дБ. Сравним с обычным разговором. Из дополнительных функций есть антивибрационная система, защита от перегрузок и подключение к посудомоечной машине. Сможете сэкономить время при загрузке и не переживать о засорах. А теперь перейдем к плюсам и минусам. Плюсы. Шумоизоляция. Антивибрационная система. Можно подключить к посудомоечной машине. Минусы. Индукционный двигатель. Одна стадия измельчения. Не хватит места под установку ведра под раковиной. Подведем итог. Hire HDM1155S – это неплохой измельчитель, рассчитанный на среднюю семью. Но из-за единственной стадии измельчения выше третьего места ему не подняться. Ссылку на модель в описании и переходим к серебряному призеру топа. Boson Disposer Ultimate. На момент записи видео он стоил 21 800 рублей. Измельчитель с семью стадиями измельчения и высокими оборотами. Мощность этого диспозера с индукционным двигателем – 750 Вт. А максимальное количество оборотов доходит почти до 4000 в минуту. Кости перемалывает с легкостью. Камера дробления объемом 1500 мл изготовлена из нержавеющей стали, как и измельчающий элемент. Измельчение здесь непрерывное – целых семь стадий. Чем их больше, тем выше эффективность переработки отходов. Boson перемалывает их в труху и делает это со скоростью 6 кг в минуту. У модели есть многослойная шумоизоляция. Уровень шума во время работы диспозера достигает 63 дБ. Можно сравнить с громким разговором. Для включения и выключения в комплекте есть выносная пневмокнопка, которая крепится на мойке или столешнице. Высота диспозера около 40 см. Вес – 7 кг. О свободном пространстве под раковиной скорее всего придется забыть и искать новое место под мусорное ведро. Из дополнительных функций есть защита от перегрузок и подключение к посудомоечной машине. Частички пищи из посудомойки не будут оседать на сливной трубе, а попадать сразу в камеру дробления. В общем, с засором не бывать. Рассмотрим плюсы и минусы. Высокая мощность. Шумоизоляция. Подключение к посудомойке. 7 стадий измельчения. Объемная камера дробления. Минусы. Индукционный двигатель. Не хватит места под установку ведра под раковиной. Подведем итог. Boson Disposer Ultimate – это модель с хорошим сочетанием цены и качества, но менее современный тип двигателя не дал этому диспозеру подняться выше. Ссылку на модель оставляем в описании и переходим к победителю топа. WastFighter F42 Premium Pro Max. Цена на момент записи ролика – 19800 рублей. Мощный, но тихий долговечный измельчитель, с которым вы забудете про засоры в трубах. Мощность диспозера – 750 Вт. 4800 оборотов в минуту обеспечивают высокую производительность работы. Современный двигатель на постоянных магнитах обеспечит долговечную и надежную работу в течение 20 лет. Также на модель есть расширенная гарантия 7 лет. Камера дробления и измельчающий элемент из нержавеющей стали, прочного и долговечного материала. Объем камеры – 1250 мл. Такого объема хватит для семьи из 2-10 человек. Высота измельчителя – 39 см. Ведро под раковиной. Уместить не получится. Зато благодаря весу 5,5 кг модель проще монтировать, и нагрузка на мойку также снижается. 7 стадий измельчения более эффективно справляются со своей задачей. Камера дробления хорошо звукоизолирована. Уровень шума во время работы не превышает 50 дБ. По громкости сопоставим с обычным разговором. Устройство включается выносным блоком управления, а также само выключается во время длительной холостой работы. Помимо этого, диспозер адаптирует скорость измельчения, исходя из текущей нагрузки. Из дополнительных функций есть антибактериальная защита блока измельчения и защита от перегрузок. А с помощью переходника из комплекта можно подключить измельчитель к посудомоечной машине. С техническими характеристиками разобрались, а теперь переходим к плюсам и минусам. Плюсы. Высокая мощность. Подключение к посудомойке. Антибактериальная защита. Хорошая шумоизоляция. 7 стадий дробления. Тихая работа. Автоотключение. Гарантия 7 лет. Минусы. Мусорное ведро поместится не под каждую мойку. Подытожим. WasteFighter F42 Premium Pro Max. Модель с высокой мощностью и подключением к посудомоечной машине, удобным управлением и хорошей шумоизоляцией. Поэтому диспозер и занимает заслуженное первое место в рейтинге. На этом наш топ подошел к концу. Надеемся, вы нашли для себя модель, которая прослужит вам долго, сэкономит деньги на услугах сантехника и избавит от запаха у протухшего мяса из мусорного ведра и капель по пути к мусоросборнику. Пишите в комментариях, есть ли у вас какая-нибудь модель из обзора и как она себя показала. Мы с удовольствием почитаем. Ну а мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал HomeExpert, чтобы не пропустить новые ролики.